Я поехала гулять. Сейчас заберу Наташу и пойдем с ней вместе в метро. Метро у нас не глубокое, новое. Все, пошла ждать поезд. Мы пришли на озеро Кабан, в дальнюю его часть. Хочу просто показать вам зимний вариант. Тут вот камеры. Наташа присела отдохнуть, погреться на солнышке. Ну и сейчас мы пойдем в Круговую, вот так вот по тропинке. Тут место, которое я в прошлом году несколько раз посещала. Лебеди там навещала, уточек. Посмотрим, что там. Ну, наверное, там никого из них нет. Вот. Все. Продолжение следует. Голуби вечно смелые, не боятся. Птицу растерзал. Селезни красивые какие. Голуби прям. Привет. Голуби. Почти как московские макдональдсы. Интересно, где лебедь? Он так долго никуда на зимовку не улетал? Где же он сейчас? Такие красные лапы там болтаются. Ага. Вон какие. Красавицы. Он вылазит. Вот не холодно же им. Многие не мерзнут в этой воде. Сидят вон даже. Вот ведь сидит. Они не болеют, получается, да? Да, ничего и не делается. Мы вот с тобой сейчас сядем на пять минут. Месяц лечиться будем. Вон лед какой. Самые лучшие прогулки это незапланированный. Я вышла на улицу, потом подумала. Почему я пойду одна? Надо позвонить Наташе. Звоню. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, я 8 марта стираю и глажу. Не так себе занятие для 8 марта. Это самый женский день. А вообще... Я говорю, нет, давай, все это заканчивай и пойдем с тобой где-нибудь пошатаемся. А она говорит, давай. Все. Я заехала. Минут через 20, наверное. И все, мы уже не знаю, сколько километров намотали. И идем дальше. Мы пришли в Старо-Татарскую Слободу. Пешеходная улица. Какие-то дома здесь отреставрированы. Какие-то нет. Деревянные. Ну и снега. Снега сегодня подсыпало прилично. Тропинки какие-то почищены. к бокам. А мы идем посерединке. Тут нечищено. Но все тает. На солнышке прям хорошо тает. Здесь, видите, тенек северная сторона. Так, здесь что? Мечеть. Ну это татарская Слобода. Здесь, по-моему, православных церквей рядышком нигде нет. Потихоньку сейчас пойдем смотреть. Я здесь была только летом и осенью. Так, вот здесь, в этом доме. Музей Татарская Слобода. Но мы не пойдем. Мы уже мечтаем зайти куда-нибудь поесть. Хотя никто не голоден. Но всем очень нужно. Идем посмотрим, что там написано. Апанаевская мечеть. Так, тут написано, что там дальше мечеть Аль-Марджани. И да, вот она зеленая впереди. И мы идем туда. Я увидела живописные сосульки, которые не просто вниз смотрят, а в бок. И ради этих сосульок я сейчас стою по коленам в сугробах. Смотрите. Видимо ветер дул. Ага, вон еще. Красотки. Все капает. Капель. Слышите? Весна. Да. Были ликвидированы старые домики. Сохранились вот эти наличники, которые по сегодняшний день дал окно в Казань. Получайте на сборы. Но окно в Казань. Что вы видите? Вы здесь в минаре включаете мобчанин. На ней минимум архитектуры. Это Эфенди ее у нас называли. Уважительный. 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 Эфенди это уважительный старший мужчина. Я даже не знала. Много раз слышала это слово. Сейчас от экскурсовода узнала, что это такое. Стартатарская Слобода находится по ту сторону озера Кабан. Вот то дерево, которое вы видите, оно на берегу озера Кабан. Это ориентир просто для вас, где это находится. Солнышко разгулялось. Погода просто замечательная. Как хорошо жить. Хорошо жить еще лучше. Написано Мечеть Марджани 1767 год. Конечно, она уже отреставрирована была не раз. Я заходила туда. Здесь сувениры, национальная обувь, книги, одежды, благовония. Наташа захотела зайти. Пошли. Как приятно. 跳ulo. Аittyами. А ace. Храк. Нет. Аles. Нар przería. Так что она дружно понравилась. Я зашемуся тоже очень events. Но не вернусь прям через時間. Пока. Нар? Очень интересные шапочки, почему они там сел идут? Мне это очень интересно. Вы знаете, очень красиво. Нет. Но красиво, мне нравится. Спасибо, они сейчас очень актуальны. Сильно контакт сонят. То есть это не к слабому, а к слабому, а к слабому. Мы наоборот ждем уже, когда эти мамы кончатся объясняются. А вы знаете, а в них не спешили. Из магазина вышли, напротив мечети прямо магазин. И мы на последних метрах уже в Старской Слободы. Покажу вам еще домики. Поближе сейчас подойдем. Сувениры, чак-чаки, домики. Тут вот домик остался без реставрации. Здесь можно внутрь зайти. Наташа, не хочешь вот там во дворике походить зайти? Нет? Ну там. Ничего особо интересного нет. Для меня не туркиш кухня. Туркиш кухня? Да. Проходите. 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 Я даже не знаю, что в этих домах находится. Конечно, нужно брать экскурсии, если вы хотите знать исторические подробности. От меня их точно не дождешься. Я никогда не любила историю, и это не проснулось во мне до сих пор желание что-то изучать. Зайдем все-таки внутрь. А вот Наташ тут шуроле. Вот вам национальный колорит прям с музыкой. Обратите внимание, картина на фасаде дома. Утки, гуси, смотри, Наташа. Ну вот татарская слобода на татарской слободе. А там, кстати, окно. Смотри, это же там просто нет стекла, и там тоже картина в окошке, видишь? Так, ну я последние вам парочку зданий покажу, потому что тут что-то, видимо, случилось. Какая-то техника стоит. Музей чая. Музей чак-чак. Чак-чай. Мы с Наташей шли-шли, зашли в Лимончелло. Больше просто нигде нет мест. Нам предлагали сидеть где-то за барными стойками. И мы нашли такие места ограниченное. Где мы можем сидеть на стульях одни. Да. Где мы можем сидеть, не дышать соседям в спину. И мы уже тут начали питаться вкуснятины. Наташа салат с сыром строчителло, помидорки там, да, руккола. Вино какое-то она заказала, фельдиперсовое. Я попросила просто воды. А у меня спагетти тоже с сыром строчителло и с базиликом. Но я еще не попробовала. Приступаем. Так что я сегодня начала день в кафе. И продолжаем. Смотрите, как приятно нам принесли комплименты. Ой, блин, так вкусно это все выглядит. А у Наташи десерт. Страшно трогать. Выглядит как землица. А вот это вот что такое черное? Ну, как в фильме о чем говорят мужчины. Дифлопе с крутоном. Дифлопе с крутоном. Точно. А что такое? А помнишь там эта сценка? Да. Что такое крутон? И все-таки обернулись его. Нет, что такое дифлопе? Дифлопе. Ну и про крутоны тоже. Там такая публика сидела. 9 долларов может это стоить? В общем, что я здесь вижу? Голубику. Кусочки клубники. Груша шоколадная. А почему груша? Я не знаю. Груша же. А там что, груша? Я не знаю, но это же груша. А. Ну, на вид-то это же груша. А что вот это такое? Вот это вот. Что это за кусочки? Ну, потрогай давай, попробуй. Что это такое? Что это за угольки? А это этот. Это просто бисквит черного цвета. А, да ты чего? А, вон оно что. Это Тимати. В стиле Тимати. Блэкстар. Бисквит. Причем он какой-то нет. Тебе надо его попробовать? Ладно. Сейчас попробую. У нас жестко. Наташа говорит, это черный хлеб. Он реально на вид черный. А, это пирожное картошка. Где? А, то что ты ешь? Ага. Шоколадная. Картошка. Просто из хороших ингредиентов. Нет. Картошка, она из крошки. Ну, тут она из хороших ингредиентов. А это мусс. Ну, сейчас мы у тебя затестим. Смоли мне кусочек поменьше. Ну, ешь. Вкусно. Не очень сладко, очень вкусно. Потом мы этим сделали. Вкусно прям. Это как будто чизкейк немножко. Есть такая кислинка. Нет, чизкейк творожный. Ну, мне показалось, что тут так и есть. Оно, видимо, отдает каким-то этим. Так. Мы сейчас будем пробовать вот то, что принесли. Здесь, кстати, сверху листочек мяты. Вот это вот не знаю что. Похоже на мякоть томатов, но это явно не томаты. Нет, это, наверное, как мармеладки. Жилет, как мармеладки, наверное, да. Это что-то арбузное как будто бы на вкус. Так, ладно, листочек у стук полежит. А здесь мусс. То, что я люблю. Я же тебе сказала, я люблю панакоту. Что мне выбрать шоколадный мусс или панакоту? Мы выбирали, да. В итоге я сказала, я не люблю панакоту. Бери шоколадный мусс. Взяли шоколадный мусс и получили панакоту. Взяли шоколадный мусс. Взяли шоколадный мусс. Взяли шоколадный мусс. Взяли шоколадный мусс.